И теперь новости спорта. Накануне Дня спасателя в зале единоборства прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню спасателя МЧС России. За право называться лучшими боролись спортсмены-лидеры, старты и команды поселка Красное. За жаркими схватками наблюдала Ирина Цепитова. Алексей Хатанзейский привез на турнир команду из поселка Красное. Отделение по греко-римской борьбе открылось там в сентябре, а уже в октябре начали готовиться к различным соревнованиям. Сегодня приехали, чтобы побороться за Кубок МЧС России по НАО. Своими спортсменами Алексей доволен. Кстати, он сам и недавним прошлым участник спортивных мероприятий и воспитанник известного в округе тренера Георга Петросяна. Вложил в меня многое. То, что я сейчас умею, он там все вложил. Опыт соревнований сейчас сказывается. То есть я сейчас тренирую ребят и вспоминаю то, что он меня учил, чему я научился на соревнованиях. И сейчас передаю эти навыки детям. Всего 29 спортсменов в возрасте от 10 до 23 лет. 10 весовых категорий. Продолжительность схватки – 2 минуты. За это время с помощью отработанных технических приемов спортсмены набирают необходимые баллы. Главная цель – прижать соперника спиной к ковру. В греко-римской борьбе существует множество приемов, но за бросок с большой амплитудой, при котором соперник падает на спину, судьи начисляют максимальное количество баллов, что равносильно победе. Спустя два часа все победители были известны. Лучших в своей весовой категории организаторы наградили кубками, грамотными медалями и памятными подарками. Кстати, одним из инициаторов турнира выступила и МЧС России по НАУ. В МЧС тоже знаете, что служат очень мужественные семьи люди, поэтому я думаю, что ребята, которые занимаются таким видом спорта, ну, это, скажем так, наше будущее. Надеемся, тоже кого-то увидеть в наших летах. Турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню спасателей МЧС России, проводился в округе впервые. Но организаторы надеются, что соревнования станут доброй традицией. В нашем округе в этом году рождается этот турнир. Я как тренер, как главный судья соревнований, очень хотел бы, чтобы это рождение этого турнира нашего приобрел, скажем, традиционный, он стал традиционным турниром. Следующие большие соревнования ждут ребят уже в новом 2015 году. Но тренироваться и готовиться к ним они начнут уже завтра. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.